Девочки в Волгограде Как непросто будет судеб выбрать самую красивую девочку, ведь все достойны победы. Нам не терпится пообщаться с Волгоградскими красавицами. Пойдемте скорее! Сегодня, 25 мая, состоялся финал конкурса красоты Волгоградская красавица 2019. Подготовка заняла у участниц несколько месяцев. Девочки оттачивали мастерство модельного искусства и фотопозирования, придумывали костюмы и репетировали творческие номера. А все для того, чтобы завоевать главный титул красавицы города и получить право представлять Волгоград на конкурсе красоты «Юные низ мира 2019». Здравствуйте! Меня зовут Оля. А как тебя зовут? Привет! Меня зовут Рината. Волновалась ли ты перед выходом? Да, я очень сильно волновалась, но сейчас все прошло хорошо, и я немножко успокоилась, выдохнула и готова продолжать дальше участвовать. С каким номером ты будешь выступать? Я буду петь. Мой номер называется «Звуки пианино», и я очень долго к нему готовилась. Сколько времени заняла подготовка? Вообще, к этому конкурсу я готовилась с августа прошлого года, но скорее морально, а физически я готовилась, ну, около полтора месяца. Это твое первое участие в этом конкурсе? Надеешься ли ты на победу? Да, но в прошлом году я была в наградной группе и награждала победителя. Всем девочкам я желаю победы, конечно же, но все равно главное не победа, а участия. Спасибо за интервью. До свидания. Всех участниц переполняли эмоции. За кулисами царила суматоха, волнение и томительное ожидание своего выхода. Все как во взрослых конкурсах. С одной лишь поправкой, наши участницы совсем еще юные красавицы, но всем им присуще обаяние, нежность, загадочность, элегантность, шарм. Все они восхитительны и талантливы, каждая по-своему. Привет, меня зовут Нина, а тебя? Привет, меня зовут Вероника. Как у тебя дела? У меня все хорошо. В чем ты сегодня одета? Я одета в белом платье. А как ты выступала? Что у тебя был за номер? Расскажи о нем. Мы выступали, открывали этот конкурс красоты. Там еще должна была одна девочка быть, но она была занята и я не смогла прийти. Что было самое сложное в твоем номере? Ну там сложное, это, я не знаю, там вроде бы ничего сложного не было. Что для тебя успех? Успех, хорошо выступить, не волноваться. Спасибо за интервью, пока. Пока. Добрый день, я рада приветствовать вас на ежегодном конкурсе «Русская красавица». Меня зовут Анна, а как вас? Алия. Как я знаю, в прошлом году вы выиграли конкурс. Да, гран-при. Расскажите, какие чувства вы испытывали, когда стояли на сцене и слушали имена номинантов? Я волновалась и не ожидала, что мое имя назовут в такой номинации. Почему вы захотели участвовать? Ну, не знаю, хотела, решила попробовать, как это вообще, и мне очень понравилось. А кто вас поддерживал? Меня поддерживали родственники, друзья, семья. Спасибо большое за интервью, с вами было очень интересно общаться. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В начале конкурса мы уже спрашивали, а интервью у тебя поменялись ощущения? Да, я стала намного увереннее в себе, потому что мне брали интервью после первого выхода, и мне было очень страшно. Но, наверное, после второго выхода я уже как-то успокоилась, привыкла к сцене, и внутри меня все очень захватывает. У меня трясутся руки, ноги, мне... Это было очень неожиданно, я очень рада. Что у тебя было главнее, победа или участие? Ну, конечно, участие, потому что я даже, когда выходила на сцену, думала сильно не расстраиваться, если займу низкое место. И, ну, все равно, главнее, конечно, участие, чем победа, потому что победить можно в любых других конкурсах. Был ли у тебя какой-нибудь конкурент? Конечно, все были конкурентами, но и все девочки большие молодцы, все умницы, все очень красивые. Что было самым трудным в подготовке? Наверное, это выбор платья. Мы шили одно из костюмов, и это был достаточно сложный дизайнерский процесс. Спасибо за интервью, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Нина Спицына, а вас как? Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Что было самое сложное в организации конкурс? Самое сложное было запомнить имена всех участниц, потому что их было много. Ну, а если серьезно, всегда сложно выбрать ту девочку, которая достойна победы, потому что, работая с ними целый месяц, встречаясь с ними еженедельно, привыкаешь к каждой из них. За кого вы лично болели? За всех. Все ли получилось? Я думаю, что получилось даже больше, чем мы намечали. Спасибо за интервью, до свидания. Спасибо вам, всего доброго. Сегодняшний день можно без сомнения назвать самым красивым днем. Столько прекрасных девочек, ярких номеров, очаровательных улыбок и счастливых глаз. Хоть победитель уже назван, но мы можем с уверенностью сказать, что сегодня каждая девочка блестала и была достойна победы. А победительнице мы можем пожелать удачи. С вами были корреспонденты Селебрити Кит. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok